Во вступительном слове Александр Худиланин подчеркнул, программа утверждена, впереди 5 лет напряженной работы и реализация ФЦП уже началась. Реализация начнется не с 2016 года, она уже началась. Мы уже в этом году имеем затраты бюджета 121 миллион рублей для того, чтобы подготовить проектную документацию объектов, финансирование которых намечено уже на 2016 год, и с федерального бюджета, и с бюджета Республики Карелия. И то, что сегодня мы взяли на себя эту огромную, непосильную ответственность, нужно выдержать, потому что другого шанса у Карелии не будет. В своем докладе директор Института экономики Юрий Савельев отметил, что для Карелии средства программы позволяют создать целевой бюджет дальнейшего развития. На 1 рубль программных средств привлекается 8 рублей частных инвестиций. И хотя в программе нет социальной составляющей, ее конечный итог – улучшение качества жизни жителей республики. Федеральная целевая программа Республики Карелия, она пошла с той позиции, что сначала создается некий экономический базис для создания новых производств, для привлечения частных инвестиций, на основе которого дальше могут успешно решаться и различные экономические и социальные проблемы. Как отметил Александр Худеланин, утвержденный документ не является догмой. Правительство будет использовать любую возможность привлечения инвесторов на территорию республики, а программа станет дополняться новыми проектами. И ученые сразу внесли предложение. Геологи говорили о том, что уже в ближайшее время в Казани пройдет встреча ученых и представителей ведомственных структур Татарстана и Карелии, где будет детально обсуждаться возможность создания в нашей республике технопарка по производственному использованию минерала шунгита на базе научных разработок карельских ученых. Предварительные договоренности о намерениях уже подписаны. Например, по шунгитам, использование их в нанотехнологиях, создание новых абсолютно композитных материалов с особыми свойствами и так далее. То есть вот это не входило в саму федеральную программу, но возможно это будет введено в нее в каких-то других видах. То, что сегодня озвучивалось, это проблема редкоземельных элементов, так как Карелия стала в последние годы являться одним из наиболее приоритетных территорий нашей страны, где эти добычи можно проводить. Ученые института леса также готовы принять участие в работе над ФЦП. Лесники полагают, что существующая общефедеральная нормативная база слишком унифицирована и не позволяет эффективно использовать лесные ресурсы в регионах. Сегодня, благодаря работе правительства Республики Карелия, стало пилотным регионом Рослесхоза, где разрешено разрабатывать собственные нормативные акты по восстановлению леса, по эффективному его использованию. Временно применять их на пилотных территориях. Есть лесопользователи, которые заинтересованы в наших предложениях. Я думаю, что именно это сочетание федеральной целевой программы и пилотного проекта, оно, может быть, как нельзя кстати. Это получилось случайно, но, в общем, на самом деле, может быть, из этого получится очень интересный вариант, очень интересные результаты. Для снижения рисков выполнения федеральной целевой программы Юрий Савельев предложил создать специальное агентство развития Республики, расширить полномочия Государственного контрольного комитета для контроля реализации ФЦП, образовать группу экспертов-ученых. Они будут анализировать и проводить мониторинг работы над проектами программы. По итогам встречи Александр Худеланин предложил авторам докладов обобщить все предложения и представить их в Министерство экономического развития.